Приветствую вас, давайте разберём вопрос, который вы задаёте. Несправедливость в отношениях, почему, если, допустим, парень мне поклялся чего-то не делать, и когда он это сделает и видит, что меня от этого обидно относится на всё равно, что это нормально, и я должна войти в его положение. А когда я начинаю к нему так же относиться и так же поступать, начинается оскорбление, сразу меня делают виноватой, что я ручу отношения и что он меня кинет. Да. При этом, когда я хочу его спустить с небес, чтобы он не забывал, что я могу деться, и на меня часто обращают внимание мужской пол высокого и среднего достатка, он сразу начинает беситься, видимо, что у него в одном месте жалость, как мне в такой ситуации быть, как сделать, чтобы таких ситуаций раз и не всегда не было, и как понять, любить на самом деле, либо же просто привык. Ну, в первую очередь хочется сказать, что несправедливость, это скорее определенные ваши ожидания непринятия другого человека, таким как он есть. потому что люди делают и не делают что-либо, не потому что они, ну, могут вот поклясться и делать перестать, да, или наоборот, поклясться и начать делать. А люди делают, потому что у них есть определенное паторное поведение и привычные способы выражения своих переживаний. Вот. Поэтому хоть клянись, хоть не клянись, человек все равно будет что-то делать, вы либо принимаете это, либо нет. То есть это вопрос ваших ожиданий. В основе ожиданий, в основе ожиданий, в основе ожиданий лежат ваши потребности, которые вы, ответственность за которые вы перекладываете на мужчину, в данном случае. Следующий момент, да, обида. Обида чувства детской является также перебросом ответственности за то, что происходит со мной, на другого. И способ, манипулятивный способ вызвать вину у человека и тем самым обрести над ним контроль. Вот. Это с одной стороны, с другой стороны, вас совершенно очевидно какие-то действия могут задевать, но вы в отношениях все равно продолжаете оставаться и продолжаете ждать, что человек изменится. Что является самым деструктивным. Значит, вы спрашиваете, почему если, допустим, поклялся что-то не делать, когда он это сделает, он относится на все равно. Это механизм защиты, чтобы не чувствовать себя виноватым, потому что вы его обвиняете. Все это нормально, я должна войти в его положение. Нет, это не нормально. Нет, вы не должны входить в его положение, но это целиком и полностью ваша ответственность, не его. Когда я начинаю к нему так же относиться и так же поступать, начинается оскорбление. Сразу меня делает виноватым, что я ручу отношения и что он меня кинет. Тут у меня возникло ощущение, что он боится вас потерять, понимает, что не дотягивает до уровня ваших притязаний и таким образом защищается. Вопрос, да, если вы человек таким, как он есть, не принимаете, пытаетесь его поменять, человек чувствует, что не дотягивает до вашего уровня, он может, соответственно, или уйти в защиту, то есть он может, например, условно говоря, постараться, допустим, что-то сделать, да, постараться стать лучше, но с большей долей вероятности у него это не получится, с большой долей вероятности у него это не получится. И, соответственно, человек будет вести себя вот примерно так, как вот вы описываете. Ну, а вы, как бы, вот с чего добиваетесь от действия, а также, что-то, как бы, ну, если вы считаете это несправедливым, то вы тоже несправедливо поступаете. Ну вот, какая тогда ваша справедливость в данном случае. При этом, когда я хочу его спустить с небес, чтобы не забыла, что наглядеться на меня, жертвы обращают внимание мужской пол, высокую среду доцет, контроль внутренне отбеситься. Здесь вы используете, опять же, манипулятивные техники защиты, которые вызывают только агрессию, злость, и не более того. То есть вам научиться бесконфликтным моделям общения имел бы здесь смысл. Вот. Как мне в такой ситуации быть? А как быть, чтобы что? А как делать, что таких ситуаций не было? А вам нужно изменить свое модель поведения? Мужчина с вами чувствует себя неспокойно, вы как будто бы постоянно боретесь, вы как будто бы пытаетесь друг друга изменить. Поэтому измените свое поведение, и соответственно изменится его поведение. Так работает система. Как понять, любит ли он на самом деле? Никак. Это вопрос вашей уверенности в себя. И попытки себя защитить. То есть вы себя чувствуете незащищенным. Вот. Поэтому с потребностью безопасности также необходимо поработать. Ну, просто чтобы вы себя вот чувствовали более уверенно, так сказать. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать работу над собой. И желаю вам всего самого доброго. Удачи. Обращайтесь.